Ассаламу алейкум! Это очередной специальный эпизод подкаста на ютуб канале Найза ТВ. Меня зовут Арман Абдрахманов. По ту сторону экрана лучше в деле Мадиви Сатай. И в этом специальном подкасте мы разберем предстоящий поединок нашего бро, нашего стажера-комментатора. Наконец-то мы нашли поединок достойного соперника. Это Фаниль Нога и Рафиков против Ханебека Жанебекуло. Горячо, наверное, ожидаемый поединок. По крайней мере, в социальных сетях уж точно. Но об этом поговорим чуть позже. Фаниль Рафиков против Ханебека. Тебя интригует этот поединок? Или все-таки это мисс-матч для одного или другого бойца? Как ты считаешь? Ну, я бы не сказал, что это мисс-матч. Знаешь, когда ты вот начал представлять, я подумал вот о чем. Пару лет назад Фаниль говорил, что настало время больших боев в Казахстане. Я тогда как-то скептически отнесся к этому, но когда, видимо, он как в воду глядел, да, предсказал. И прошедший поединок у него был очень громкий. Это заявка на бой года в Казахстанском ММА. Сейчас бот он может завершить с таким громким боем. Ханебека, несмотря на такой рекорд, это, по большему счету, одна из звезд в Казахстанском ММА. И плюс с такой ярким стилем обладает. И что самое важное, он очень хорошо знаком нашей публике. То есть со всех сторон это идеальный соперник. Плюс, опять-таки, несмотря на рекорд, мальчиком для битья его не назовешь. Полностью с тобой согласен. Ханебека, прям, знаешь, такая вот местная звезда в Казахстане среди болельщиков и любителей ММА. По большому счету, большую часть своей карьеры, наверное, стал знаменит именно боями в Казахстане. Либо боями против казахов. Не знаю, почему у казахов есть такое, да, вот, любовь к иностранцам, которые дерутся против казахов. Я не знаю, почему, с чем это связано, но вот есть у нас такое. Тот же самый полк. Говори, да. Последние четыре боя уже в Казахстане проводят, поэтому уже отчасти и транспорт у бойца, да, превращается. Да, тот же самый, допустим, ну, мысли вслух, конечно же, Рузибоев, тот же самый, кто еще есть на примете, прям такой иностранный боец, который прям всем казахам нравится. Либо наоборот, все хотят, чтобы кто-то еще с ним подрался. Алинкар теперь будет. Алинкар теперь будет, да. Или же полпотников, тот же самый. Ладно, это мы отошли от разбора. Фаниль против Ханебека. Два ярких, харизматичных бойца, что Фаниль, что Ханебек, умеют говорить что-то, что привлекает к себе внимание. Причем, говорят не просто, знаешь, просто сказать и сказать. А действительно делают. Особенно Ханебек своим последним поединком. Хотя многие, знаешь, до сих пор сомневаются в том, что он выиграл, но я считаю, честно, что в этом поединке в тот раз он выиграл. Хотя, не знаю, что ты считаешь вообще по поводу его последнего поединка и выступления в NFC? Ну, последний поединок, не знаю, знаешь, у меня такое двоякое впечатление. С одной стороны, он, мне кажется, не до конца выложился в этом поединке, не дорабатывал. С другой стороны, и Олжас был не так убедительный. Давай вернемся к Рафикову и Ханебеку. Одно из таких интересных боев, как кто-то писал, что это народный мейн-инвен, да? Да, полностью. На самом деле, этот бой достойен того, чтобы возглавить целый турнир. И знаешь, вообще со всех сторон это два таких антагониста. Что, наверное, самое важное в бою, да? В поединке каком-то, который делался, чтобы была какая-то конфронтация, чтобы были каким-то антагонистами, противоречили друг другу. Вот я просто сейчас прокручиваю в голове манеры, да, стили ведения боя. То есть, Фанель это у нас более такой, знаешь, академичный, что ли, да, такой, как выразится, даже не знаю, более вышкаленный боец, да, в этом плане. То есть, больше такой по базе, по школе действует. То есть, ничего лишнего не делать. Он и побороться может, и побить может. То есть, и все это вот прям вот технично все выглядит. Если про Ханбека говорить, это парень вообще нестандартный. И от него вообще непонятно, чего ожидать. У него там один с побед, и 9 из них, кстати, техническим нокаутом завершился. То есть, партнер, в принципе, бои не заканчивают. То есть, он просто может срубить или добить. И вообще в ударке он тоже, знаешь, не такой обученный, как Фанель. Он более такой нестандартный. Где-то, знаешь, на рефлексах бьет. Вот это вот у него есть отличительная черта. Здесь может быть одно, что вот Фанель поймает кураж и просто перестреляет его за 3 раунда. Или же просто в какой-то момент прилетит какой-то сюрприз от Ханбека. Я вот примерно так этот бой вижу. Знаешь, я думаю, что этот подъем точно не пройдет все 3 раунда. Он закончится досрочно. Либо победа Фанеля, либо победа Ханбека. Но он точно не пройдет все отведенные раунды. Есть почему-то такое ощущение. Есть у тебя такое ощущение? Ну, я вот до этого говорил. Мне кажется, если досрочно, то, наверное, Ханбек. А так, в принципе, я думаю, что Фанель больше продержит на дистанции. Вот это вот решение. Перекомешивает. Да, скорее всего, будет ставка такая. Я не вижу, как может Ханбек перестрелять соперника. Особенно Фанель. Перестрелять, перебить, перебороть. Я в это не верю. Если честно. Я верю в то, что он может где-то попасть хорошенько. Выкинуть какой-то нежданчик. Вот это реально Ханбек. От Ханбека этого стоит ожидать. И, скорее всего, если победа Ханбека, это будет досрочно. Если победа Фанеля, это будет победа к решению. Большая вероятность. Конечно, это поединок всякая. Предварительно это выглядит так. Если расставлять шансы у кого как есть. Блин, я не знаю даже, что типа возрастить. Но, возможно, так и будет. Надеюсь, этот разбор Фанеля не посмотрят и не скажут, что там, ребята, придумали. Я его нокаутирую. Я его удосрочу. Я его финиширую. Но, если так получится, будет круто. Но, на самом деле, Ханбек действительно непредсказуемый поезд. Вот реально. О чем ты говоришь? Непредсказуемый может выкинуть абсолютно все, что угодно. И бой против Олжаса Искараева. Знаешь, он с ним переговаривался, но при этом еще и пробивал ему несколько ударов. Двоечки пихал и так далее. Поэтому Ханбек в этом плане вообще максимально нестандартный соперник. Но для Фанеля после возвращения, точнее, после поражения от Ильдара, после потери пульса, это идеальный соперник, на мой взгляд. Почему? Во-первых, потому что он иностранец. Это не казах, потому что три последних боя у Фанели было против казахов. Ханат был, затем был Серикбай, затем был Ильдар. То есть в глазах фанатов и в глазах публики и в болельщиков Найзы, Фанель такой, знаешь, неким таким джокером выходит. Таким вот прям врагом-врагом, знаешь. Ну, кто-то же должен драться против казахов, да. Пускай это дерется Фанель, не с казахскими. Не, шучу, шучу, на самом деле. Просто шучу. Ну вот. Для Фанели это идеальный соперник. Если выиграет Каннебека и увидит, кто там в главном событии вечера выиграет, я думаю, что можно просить следующий титуль. Он не так далеко ушел, на самом деле. Или опять себе придумал. Да, и для коржеского бойца, кстати, это тоже шанс выиграть бывшего чемпиона. Пожалуйста. Еще один человек в очереди на титульник. Возможно, он подерется там за право, да, уже подраться за чемпионский поезд. Интересно. Для обоих этот бой, кстати, может стать трамплином к титульнику, да? Да. Для одного, как реванша, а одному просто выйти за титульный поединок. Ну вот такой вот небольшой мини-разбор этого предстоящего поединка. Фанель против Каннебека, Рафика против Джаннебекула. Ну а вы пишите в комментариях, что думаете по поводу этого боя. Попытайтесь угадать исход. Если угадаете, возвращайтесь в комментариях и пишите, что вы угадали. Пишите раунд, либо каким образом выиграет тот или иной боец. Ну и, конечно же, за кого будете болеть, тоже пишите в комментариях под этим роликом. Ну и не забывайте подписываться на YouTube-канал Найзай Тиви. С вами были Мадим Сата и Арман Абдрахманов. До следующего разбора.